День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Мы продолжаем нашу передачу, я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Наш телефон 727 1249. Но давайте мы сегодня условимся вот о чем. Я, наверное, первые 5-6 минут у вас возьму, так сказать, не буду отвечать на вопросы, потому что вот такая вот история происходит. Сейчас вот уже вторую неделю, вторая неделя заканчивается. Под Тулой на базе одного санатория на берегу Оки проходит такая стационарная программа, наша, оздоровительная. В основе которой вот все те вещи, все те приемы, подходы, о которых я говорю с вами вот в течение достаточно уже долгого времени. То есть и вода, и экстренное очищение организма, и относительный голод, и минеральные ванны, и скипидарные ванны, и даже саморегуляция, которую я вам как-то рассказывал, когда рассказывал вам о методе ключ. Вот такой вот комплекс сложился, и вот этот комплекс 25 человек проходит вот уже вторую неделю. И я должен вам сказать, что сказать рад, наверное, это не то слово, но по крайней мере реакции людей совершенно четко на практике в жизни, вот так, как оно есть, подтверждают все то, о чем я вам рассказываю, и все то, о чем вас предупреждаю, я предупреждаю, говоря тому, что вот в этой ситуации не нужно делать, вот так надо делать в этой ситуации и так далее. Причем люди, которые собрались в эту группу, их 25 человек, они разного возраста, от среднего до очень такого, так сказать, солидного возраста, до 70 и даже выше лет. И понимаете, есть, вот Лидия Константиновна, у нее кардиостимулятор, даже с кардиостимулятором. Есть люди уже с очень тяжелыми формами артроза, с нарушениями в ходьбе, осанки, с очень таким серьезным болевым, синдромом болевым. Есть коксартроз, проблемы с кишечником практически у всех. Есть вот эти наработанные аритмии, так сказать, недостаточность пучка ГИСа. Есть бронхиальная астма, то есть, понимаете, вот спектр проблем, с которыми вот эти люди приехали на такой вот стационарный курс по нашей оздоровительной программе, он достаточно-достаточно широк и очень показательный. Потому что проходят они эту программу в течение вот этих 12 дней, нагрузка практически у всех одна. Они все получили, мы всех их посмотрели в момент, когда они только-только пришли на этот стационарный курс. И, соответственно, вот сейчас начнется у них такое вот очередное или обследование на очередном витке, потому что через несколько дней они уже с этого курса уедут, получив программу на будущее, и должны будут дома в течение двух-трех месяцев дорабатывать эту программу, уже понимая, что надо, зачем надо, как надо и как это надо делать, и почему нужны перерывы и прочее. Потому что, кроме того, что они делали все эти процедуры, мы, безусловно, в течение этих двух недель, по сути, каждый день у нас было два семинара. Первый семинар общий, который я проводил, так сказать, вместе с ними, с тем, чтобы все-таки люди понимали, что то, что они делают, вот те же самые скипидарные ванны, минеральные ванны, экстренное очищение, относительный голод, понимали, зачем это нужно? Зачем это нужно? Вот такие вот две недели. Я надеюсь, у нас будет видеоматериал, и я смогу показать вам вот этот, ну или, по крайней мере, хотя бы вы узнаете непосредственно о впечатлении людей, которые проходили этот курс. Это очень важный момент. Но я вот эти вот пять-шесть минут попросил вас не потому, что мне так хотелось рассказать о том, что вот все то, о чем я говорю, как бы теоретически, заочно для вас, начинает приобретать некую практическую форму, но что это, по сути, проверка, проверка той программы, о которой я все время говорю. И вот там сложилась как бы одна очень важная для вас, не методика, наверное, а подход к тому, каким образом человек может, вот она выявилась, как бы эта вот методика, во время этого курса, каким образом человек может помочь себе с точки зрения проблем желудочно-кишечного тракта. Их так много, их так много, понимаете? И, так сказать, вот это вот сочетание экстренного очищения организма и относительного голода, плюс ванны с минеральными солями, даже не эскипидарные, они, как ни странно, показывают, что вот это вот сочетание, ну, жизнь показывает, практика показывает, оно очень хорошо как раз вот при такого рода заболеваниях. А ведь мы с вами знаем точно совершенно, что если у нас нездоровый пищеварительный тракт, желудочно-кишечный тракт, то, извините, тогда о здоровье-то нам говорить с вами не очень приходится. Я так понял, есть телефонный звонок. Алло. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара Васильевна, я в Нижегородской области. Да, Тамара Васильевна. Анатолий Ефимович, три месяца назад у меня была операция по гинекологии. Да. И вот сейчас я хочу спросить, можно мне солевые ванны принимать? Я прошу прощения, Тамара Васильевна, вот эта операция, она была связана с опухолевым процессом? Да, да, доброкачественная. А, совершенно замечательно. Три месяца прошло, вы можете начинать эти ванны. Солевые, да? Да. Но у меня сейчас давление сильно скачет. Утром 110 на 80, а к вечеру 160 на 100. Тамара Васильевна, я ведь не один раз говорил вот о чем. О том, что мы с вами, проводя эту программу, очень должны следить за тем, что называется, адаптационными возможностями организма. И для того, чтобы организму адаптироваться к новой ситуации, нужно время. И вот эти три месяца для вашего организма оказались немножко недостаточны для того, чтобы он как бы по-настоящему почувствовал себя уже более-менее стойко. Но ванны с минеральными солями, они для нас с вами чрезвычайно благополучны в этой ситуации. Почему? Они не горячие, во-первых. То есть, мы никоим образом не подталкиваем, не активизируем, не обостряем ситуацию, связанную ни с деятельностью сердца, ни с деятельностью сосудов, ни вообще сердечно-сосудистой системы. Наоборот, минеральные ванны, ванны с морской солью, они помогают нам снять напряжение по вегетативной нервной системе. А вот такого рода колебания, настроение колебания, тогда, когда вот сегодня мне жить не хочется, а завтра, так сказать, и настроение прекрасное, и жизнь великолепна, все как есть. И вот эта неустойчивость, как раз минеральные ванны, очень хорошо помогают преодолеть спокойно, не насилуя организм ничем, ни лекарствами какими-то, ничем другим. Мы таким образом помогаем ему адаптироваться к новым условиям. Я объяснил, Тамара Васильевна? Да, понятно мне все. Можно начинать, да? Да, конечно. А скопидарные потом можно? Потом можно, да. Но вначале все-таки вы проведите вот этот цикл. Температура только, пожалуйста, здесь вот какие должны быть. От 36 градусов, запомните, до 38 градусов. Выше пока поднимать не нужно. Ванн минеральных нужно сделать где-то порядка 12. Особенно сильно увлекаться количеством соли не нужно, до килограмма на ванну. Не нужно увлекаться особенно, потому что все, что необходимо, организм возьмет. А вот после этих ванн целевых немножко отдохните, и вот дальше-то можно уже начинать то, что называется экстренным очищением, относительным голодом, и переходить можно будет и к скопидарным ваннам. Но первые скопидарные ванны, как вы знаете, обязательно надо проводить при температуре к 37, 38, 39 градусов, не выше. И не пугайтесь, будет нормально все. Спасибо большое. Да ну что вы, на чем? Итак, что же это такая за программа по желудочно-кишечному тракту? Вот знаете, да, одна из частей нашей программы с вами оздоровительной, вот именно с нее начали все, кто приехал на этот стационарный курс, называется экстренным очищением организма. Что это такое? Это три дня, из которых первый день мы принимаем раствор соли магнезии, сульфата магния. Мы его принимаем, так сказать, два раза, с разрывом в три часа. Я помните, я даже предупреждал о том, что люди, у которых низкое давление, ну приобретенное и по жизни, так сказать, проблем особых нет, а вот особенно приобретенное, снизилось давление почему-то у человека. Вот здесь должны быть аккуратны, потому что сульфат магния, это та соль, это препарат гипотенезивный, он снижает давление. Поэтому прежде чем вот эту процедуру гипотоником проводить, вот лучше всего все-таки принять перед этой процедурой за 30-40 минут, принять где-то 35-40 капель эллиотерокока или настойки мораль его корня, или какой-то такой, с тем, чтобы немножко давление поднять, и тогда вот этот вот эффект от приема магнезии не будет минимальным. Будет минимальным. Друзья мои, давайте так, я сейчас отвечу еще на один вопрос, а потом дайте мне все-таки те самые 5 минут, чтобы я смог вам эту программу рассказать. Алло. Алло. Анатолий Алексеевич, добрый день, это Валентина из Орла. Да, Валентина. Значит, порез, правые ноги, позвоночная грыжа, я с вами уже несколько раз... Я помню, помню, да. Значит, у меня дело такого рода. Два с половиной месяца лежу на аппликаторах. Да. Час вечером и час днем. Угу. Понимаете, начала появляться вот в последнее время боль во всем позвоночнике. Да. И такая тянущая, ну, прям, и всеусилющее. Ага. Это так и должно быть? Думаю, что да. Валентина, скажите, пожалуйста, а вы ванны скипидарные делаете? Вот я к ним сейчас подошла, потому что я сделала 9 морских, 12, плюс еще 12. Ага. И вот сейчас уже вроде как надо начинать. Да. Но я как-то зареспокоилась и решила с вами связаться. По поводу боли вы зареспокоились. Понимаете, вот... Я вам еще одну вещь подскажу сейчас. У вас ведь аппликатор есть, да? Да, но не металлический. Я понимаю, что он у вас пластмассовый. Угу. Но вы знаете, какая вещь? Вот если бы был такой прием, я его показывал как-то в эфире, у меня сейчас под рукой аппликатора нет, к сожалению. Ну, ежели не забуду, то постараюсь в следующей передаче обязательно показать, как это делается. Мы сейчас этим пользуемся вот на этом стационарном курсе. Значит, ведь рядом с вами же есть кто-то из помощников? Ну, естественно. Естественно. Вот давайте представим себе, что вот это, вот это, да? Вот это. Это наша спина, да? Позвоночник. Вот он. Да, да, я смотрю. Вот отсюда досюда где-то, скажем, болит. Да? Ну, болит у меня практически весь. Весь. Я понимаю. От шеи до копчика. Да. Ну, давайте вот мы как бы определим зону наиболее активную, да? Ну, там боль, конечно, пояснится. Вот, скажем, это вот здесь, да? Вот так. Вот что я делаю? Я беру на ладонь, надо протереть здесь или спиртом, или водкой, обеззаразить. Надо, безусловно, обеззаразить, скепидарно, вот этот эппликатор. Положить его на ладонь. И вот смотрите, что я делаю. Вот сверху лежит у меня эппликатор, да? На ладони. И я беру его к этому месту, накладываю, да? И очень сильно, со всей силой, естественно, только с учётом того, чтобы, избави Бог, не сломать позвоночник. И обязательно не на доске это надо делать. Это надо делать на мягкой поверхности, да? На перине, на матрасе, так, чтобы всё-таки пружинил позвоночник, да? И делаю прожим. Причём, я всегда, когда делаю такие прожимы сам, очень хорошо, потрясающе снимает боль от грыжей. Радикулитные боли. Снимает фантастически в течение буквально одной минуты. Понимаете? Вот что надо сделать. Значит, я прожал, надо подержать 45 секунд. Прожать, да? Вот прямо с зубцами туда, иголочками этим, в тело. При этом я всегда прошу, потому что и вас предупреждаю об этом, сразу открывайте рот, не зажимайте дыхание. Вот этого делать не нужно. И если нужно, если вам-то это поможет, кричите. Ну, больно. Понимаете? Прожали. Вот эта процедура вся длится 45 секунд, полторы минуты, не больше. Можно в два приёма, там с разрывом, скажем, в пять минут, да, вот такой прожим на одном месте сделать. По 45 секунд. Но, я что вам предлагаю. Вот вы сделали прожим здесь, в самом больном месте. Поднялись вверх здесь, поднялись вверх здесь и так далее. И так по всему позвоночнику, да? Да, понимаю. Понимаете? Да, да, да. Я думаю, и тогда, так сказать, Валентина, если не составит труда, вы мне позвоните через неделю буквально. Угу. Я думаю, что он у вас боли не будет. Ну, это как делать? Так же, как я сейчас пользуюсь аппликатором? Нет. И ежеутренне? Нет. Это плюс? Это плюс. А, плюс ещё. Это плюс. Это можно сделать в любое время дня, в любое время сутки. Ну, конечно, кроме того, время, когда вы спите. Ну, понятно. А вообще, вот эти боли, они должны быть? А вы понимаете, какая штука? И тогда, когда начинается восстановление, да? То есть, тогда, когда у организма появляются силы и возможности, то всегда усиливают... Это и называется обострением. Нож очень так сильно. Я понимаю. А вообще, двигательная функция совсем мало восстанавливается. Практически не восстанавливается. И сейчас больше почему-то стало... Не больше, но левая... То у меня правая пореза, левая нога как-то стала вот с болями. Это тоже всё нормально. 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 Да? Нормально, Валентина. К сожалению, великому, так сказать, вот процесс восстановления, он не менее сложен, да? Чем то, что происходило с нами до этого. Хорошо. И последний вопрос, Антон Леонидович. Вот такое лекарство, как карипозин, его делать или не делать? Не знаю. Вы не консультируете? Я просто... Нет, нет. Понимаете, я не могу вам сказать, делать или не делать препарат, назначенный доктором. Потому что, я так полагаю, у доктора голова на плечах есть, и он спокойно. Нет, ну, понятно. В связи с тем, что он же тоже делает с электрофорезом на поясницу, и я делаю аппликаторы. Вы знаете, что, мне кажется, что я на вашем месте, я все-таки сделал вот эту цепочку прожимов, о которой я сейчас рассказывал, и лекарства ведь проблемы-то не решат. Тут ведь вот что происходит, Валентина, понимаете, тогда, когда я делаю прожим, да? Когда я делаю прожим. Здесь есть, как бы, два фактора, которые категорически отсутствуют при применении лекарственной терапии. Электрофорез ли это или что-то. Да, прогревание, да, приток крови, да, это так. Но есть еще один момент, очень серьезный. Это касается, как раз, состояния нашего позвоночного столба. Почему такой практически мгновенный эффект обезболивания происходит? Причем это эффект стойкий. Не на час, не на два. Вот, скажем, я сейчас на этом курсе сделал, несколько людям делал такой прожим, и, так сказать, вот это обезболивание и такое хорошее самочувствие и состояние позвоночника держится двое-трое суток. Понимаете? А люди-то в это время же делают еще и ванны, и скепидарные, и такие-сякие. И поэтому у них состояние как бы благополучно переходит в более положительное. Там есть два момента. Первый момент – это очень-очень сильная, очень мощная спастика, которая возникает в тот момент, когда ты делаешь прожим. И второй момент – немедленная, по сути, тут же начинающаяся в течение секунд и широко захватывающая тело человека. Релаксация, понимаете, с тем, чтобы, так сказать, с одной стороны защититься, первое, спастика, а с другой стороны не дать себя разрушить. Да? И вот тут начинается релаксация, когда тело превращается буквально в тесто. И вот тогда вот это вот, возможно, перемена вот этого состояния. Естественно, прилив крови, естественно, что, так сказать, сразу появляется гиперемия и, так сказать, такое красное, мощное, мощное приток крови, приток обезболивающих, много чего. Сразу сюда вот к этому больному месту приходит. И, по сути, это и начинается вот такой процесс очень мощного самоизлечения. Понимаете? Это раз в день делать в течение недели, да? Вы знаете, что я бы это делал через два дня в течение недели. А потом, что, перерывы или с вами опять-то… Да, вы знаете, какая штука, ничего. Вы по состоянию почувствуете, насколько это хорошо и, так сказать, будете спокойно продолжать программу. Спасибо большое. Понимаете, это, Валентина, это ведь абсолютно не вредное, да? Единственное, конечно, надо соображать с тем, чтобы, извините, все-таки позвоночник, живой человек и прочее, да. До конца. Да. Спасибо большое. Да, всего доброго. Друзья мои, значит, ну, а теперь я все-таки вот эти пять минут у вас отниму и не буду отвечать на вопросы, а вот через пять минут я отвечу еще на один. Так вот, друзья мои, дело все в том, чтобы одним из лучших лекарств, какие только есть на земле, с точки зрения восстановления нашего здоровья, это голод. Это голодное, это чувство голода, точнее, не голод, а чувство голода. Чувство. Почему? Потому что чувство голода, вот это тот регулятор, который заставляет наш организм, как бы, принимать решения независимо от нас. Ну, он голоден. Ему нужна энергия, ему нужна пища. Значит, где-то эту пищу надо взять. Причем, понимаете, вот что удивительно. Тогда чувство голода появляется даже тогда, когда физиологический человек, в общем-то, получает достаточное количество еды с тем, чтобы не быть голодным. Ну, скажем, 300-400 грамм еды в день. Да, вот если эти 300-400 грамм по 100 грамм разделить, это, по сути, будет вот та самая порция для нашего желудка, которая проходит абсолютно без болезни. Но чувство голода все равно возникает, потому что мы приучили уже кишечник наш к тому, что мы едим бесконечно. И не надо мне говорить, что, о, Господи, я даже вот там один раз в день, и дай Бог, вот крошечку и все, это неправда. Народ сегодня ест беспрерывно, то пьет еду, то ест еду, неважно, практически беспрерывно, с утра до вечера. Понимаете, и тогда, когда в кишечнике сложился достаточно такой большой ком-проблем, от эзофагитов до эрозии, до язв, до проходимости и непроходимости. И самым крайним выражением вот такого вот состояния является атония желудочно-кишечного тракта, атония кишечника. Как кто-то из таких крупных видных медиков говорил о том, что тогда, когда возникает атония кишечника, это смерть организма целиком. Понимаете, да как вот с этим справляться? Вот со всем этим огромным кустом проблем, которые возникают у нас с вами, ну, практически у 70% населения, то запоры, то ненормальный стул, то эрозии, то спазмы все время какие-то проходят по желудочно-кишечному тракту, спастические колиты, язвенные колиты, гастриты и прочее, 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 вот весь это гастродоудениты. Понимаете, как с этим быть? Вот в первую очередь надо дать возможность организму прийти в себя, извините. То есть разгрузить его. Короче говоря, разгрузить его. Вот это и делают те самые три дня экстренного очищения, о которых я сказал. Вот эти три дня экстренного очищения, практически на голоде, на соках и на воде, чуть-чуть, вы проводите, у вас кишечник свободен. Он впервые, может быть, за мной долгое время получил такую возможность освободиться. И вот когда кишечник свободен, вот тогда начинаются те самые процессы проверки, что ли, состояния желудочно-кишечного тракта самим нашим мозгом, нашим управляющим центром. Как нам, так сказать, быть дальше? Вот три дня мы этих привели. Помните, мы все время говорили с вами, что после трех дней экстренного очищения нужно помнить, что выходить в нормальное питание нужно очень аккуратно. Начинать нужно с каш, с протертых супов, с мелко-мелко-мелко приготовленных салатиков, например. Вот у нас на этом стационаре люди начинали выходить в той самой сыро-овочной пасты, про которую я говорю в свое время и рецепт, который я давал. И смотрите, пожалуйста, это первый. На второй день можно уже, так сказать, добавить какие-то более супчики, уже не только протертые, но уже приготовлены более-менее нормально. На третий-четвертый день можно уже попытаться съесть котлетку, но никаким образом, конечно, ни жареная, ни копченая, там вот этого всего не надо. То есть аккуратно вы выходите вот в такой режим нормального питания. И при этом ставятся условия. Условия какое? Вот вы начали выходить в этот самый нормальный режим питания. Постанавливайтесь в течение дня есть вот каким образом. Нужно, чтобы кишечник все время работал, да, ну по крайней мере, но, как вам сказать, «Но загружать в него еду, с которой он должен разбираться, нужно не чаще и не реже, чем через три часа, но понемногу». «По-не-мо-гу». И это должно быть одно блюдо за один, вот для одного действия. Одно блюдо на завтрак, одно блюдо между завтраком и обедом, одно блюдо на обед, одно блюдо на полдник и так далее, и так далее. Понемножку, так, чтобы наш желудок с вами легко с этим пищевым комком, с этой пищевой загрузкой справлялся. И помните, вот в этом блюде всегда должно присутствовать некоторое количество масла, жира. Скажем, конечно, это может быть растительный жир, но может быть и сливочное масло. Для чего это нужно? А это нужно для того, чтобы наша печень и желчный пузырь были готовы отдать и отдавали, главное, да, вот это необходимое количество желчи. Чтобы наша поджелудочная железа отдавала, вовремя отдавала, достаточное количество сока поджелудочной железы, панкреатического сока. Так, и с тем, чтобы таким образом и 12-перстная кишка, и тонкий кишечник, и все, включались в работу. Вот это условие самое необходимое. И только при этой ситуации вот этот пищевой комок будет хорошо до нуля, что называется, отрабатываться и, так сказать, выходить из человека естественным путем. Это первое условие. Второе условие. Нужно обязательно сактивизировать перистальтику кишечника, то есть снять вот это вот атоническое состояние его, потому что, ну, уверяю вас, и вот, так сказать, вот, я понимаю, что это не показатель, подумайте, 25 человек, группа всего лишь. Но ведь это вот такой своеобразный срез. И я должен сказать, что, так сказать, с кишечниками-то у многих непорядок, у многих непорядок. Это не я признаю, там, говорю об этом, потому что мне хочется об этом. Говорит, нет. Показывает, так сказать, ну, медицина, диагностика показывает. Они уже приехали с такого рода состояниями. И вот теперь смотрите, что предлагается. Перед каждой едой, перед каждой едой обязательно съедать вот такую вот сыро-овощную пасту, да, мелко-мелко приготовленную. Это даже не салатик, потому что салат вы все равно, как следует, не будете разжевывать. А его надо разжевать буквально вот в кашицу, понимаете? А вот такую мелко-мелко приготовленную сыро-овощную пасту, хотя бы 2 столовых ложки, обязательно съедайте, прежде чем вы начнете, так сказать, есть какое-то отдельное блюдо. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы заставить кишечник нормально работать. Что значит нормально работать? А чтобы вот физическая, мускульная основа желудочно-кишечного тракта, она включалась в работу и, так сказать, проталкивала этот вот пищевой комок до самого конца, до выхода из нашего организма. И надо так и при этом помнить, что вот те самые сырые растительные волокна, которые есть в этой сыро-овощной пасте, или клетчатка, которая тоже, соответственно, присутствует в этом клетчатке, да, в этом сыро-овощном блюде, она ведь что делает? Понимаете, вот все говорят, что там она, там чистит организм. Да нет, понимаете, не это главное, что есть, что несет с собой вот эта сыро-овощная паста. Не это главное. А главное вот что. Это единственное, пожалуй, питание, пища наша, которое, во-первых, является своеобразным тренажером желудочно-кишечного тракта, его мышечного каркаса, и это тот тренажер, который возвращает тонус нашему желудочно-кишечному тракту, помогая организму справиться с атонией. Это первое. Второе, что делает сыро-овощная паста. Она связывает и выводит из организма не токсины и шлаки, они ведь в основном находятся в межклеточном пространстве, в крови, в печени, она выводит патогенную, и связывает и выводит патогенную микрофлору, которая не дает развиваться нашей родной микрофлоре. Понимаете, вот почему эти вот 2-3 столовых ложки такой пасты надо обязательно съедать перед каждой едой. Естественно, на фоне обильного приема воды. Начните вот такую программу, и вы через какое-то время сами увидите ее благотворное действие на ваш желудочно-кишечный тракт. У меня остается ровно 11 минус секунд. Посему всего вам доброго здоровья желает программа «Семейный доктор». До встречи через неделю. Продолжение следует...